Меркурий Гермес. Это то, что непосредственно сейчас производят с золотом. Я имею ввиду на рынках. Расшифровка. К атрибутам Гермеса принадлежит Пилос. Конусообразная шапка, дорожная шляпа с широкими полями. Уже Гомер изображал Гермеса обутом в крылатой сандалии. Впоследствии он получил крылья не только на сандалиях, но также на шляпе, на жезле и за плечами. К атрибутам Гермеса относятся жезл Глашатая. Художественные изображения Гермеса были также разнообразны, как и его значение. Он является то пастухом, то вором, то пупцом с кошельком, но иногда с лирой, иногда же с вестником богов или Глашатой. Гермес, несущий барана, перешел в христианскую символику в виде изображения доброго пастыря. Древнейшее искусство представляло его бородатым, то есть сильным мужем. Но уже в раннюю эпоху получило распространение изображения Гермеса в юношеском возрасте. Он носит короткие, вьющиеся волосы и отличается пытливым, умным выражением лица. Посмотрим, что у нас, какая расшифровка идет от Веры Скляровой из ее буклета. Непосредственно здесь что идет? Символ Гермеса Дуцеем в золотых сандалиях в широкополой шляпе летит по воздуху. Прорицание. Как главный персонаж, система Гермес, появляясь в раскладах, прежде всего, говорят о том, что человек так или иначе занимается бизнесом. Бизнес – ключевое слово аркана. Ну, то есть по золоту идет большой бизнес. Бизнес. Ну, да. Финансовая сторона вопроса в аспекте с появлением Меркурия в раскладах расшифровывается по соседним картам. Сфера занятия. Этот аркан векторный. Он указывает на то, что человек занимается бизнесом, торговлей. Подробности увидим в раскладе. То есть, куда идет золотишко? Куда шло? Откуда пришло? Куда идет? Совет от автора. Все бизнесмены, так или иначе, занимающиеся торговлей, информационными технологиями, дипломатией, тем, что входят в сферу деятельности Гермеса, должны иметь защитный талисман этого бога. То есть, это защитный талисман этого бога. Так, хорошо, это настоящее. Вот непосредственно здесь идет прошлое. Прошлое – это верность. То есть, верность – это идет у нас шестерка жезлов. Сейчас посмотрим шестерку жезлов. Это то, что в прошлом. То, что в прошлом было шестерка жезлов. Сейчас, одну минуточку. Вот она, шестерка жезлов. Так. Нечея. Шестерка жезлов или крестей, или древ. Верность хозяину. Верность, особое качество, его нужно воспитывать в себе. Долей, слуга Одиссея. Он хранил верность хозяину двадцати лет. Так, это все понятно. Но что здесь нам дает финансовые рекомендации? Символ. Старый седой слуга с поклоном встречает Одиссея. И это прошлое. Значит, золото – это у нас старый седой слуга. Прорицание. Нужно быть верным слову и делу. Укверентость с этим проблемой, если выпал данный аркан. То есть, слово и дело по золоту. Финансовая сторона. Каждый человек ищет, где ему больше будут платить в серии бизнеса. И это логично. Но не следует забывать, что верность и преданность фирме, руководству часто вознаграждается с той целью. А слова чести и верность всегда в цене. Занятие. Верность и честь в любой сфере придутся ко двору. Так, верность. Что у нас здесь может быть? Как вот его расшифровать в прошлое? Прошлое. То есть, надо было, конечно, эти активы держать. Держать по золоту. У кого там слитки. Но слитки-то сейчас, в данный момент времени, нецелесообразно закупать и покупать. Да. И следующее у нас в будущем по чашам. Идет четверка, четверка чаши. Четверка чаши. А здесь получается, она четверка воды. Четверка воды. Кубки. Кубки, кубки. Кубки. Четверка воды. Четверка воды. Ну, это, в принципе, хорошее такое. Так, четверка. Задуманное дело. Камень, перерезанный ножом оттей. Дал слово держись. Но держать. Это закон всякого дела любых отношений. Символ. Царь перерезает ножом камень. Держановенные проекты по плечу к веренту. Ну, надо действовать. А то ему не воздвигнут статуи при жизни. Финансовая сторона. Исполнение самых невероятных проектов с легкостью и красотой. Сверхзанятия, любой бизнес. Значит, чек-то уже вложился. Вложился, допустим, на дне. Ну, откупил по золоту. То есть ждет, конечно, рост его. Я так думаю. Я так думаю. Но это мы будем уточнять на других еще картах. Так, и что это у нас? Это у нас тоже старший аркан Хариды и Музы. В принципе, очень хороший аркан как результат Хариды и Музы. Хариды и Музы. Сейчас мы озвучим Хариды и Музы. Так, номер 2 аркана у нас. 17. Так, аркан Хариды и Музы. Аркан светил торжественным. Это надежда. Чистый свет. Так, он олицетворяет все прекрасные стороны жизни. Возможно, Кверинт занимается искусством и творчеством. Ну, ладно, поехали дальше. Символ Музы и Хариды кружатся в хороводе, в центре которого сам Аполлон. Прорицание надежды на успех в творчестве и искусстве в другом деле. Ну, другое дело какое? Какое дело? Дело какое? Дело такое. То, что нужно знать, чем все закончится. Финансовая сторона. Все виды искусства и культуры может означать спонсорство, меценатство, обустройство, восстановление памятников культуры и искусства. Содержание музеев, галереев, фондов. Так, содержание фондов. Ну, здесь, да, перспективы есть по фондам. Перспективы есть по фондам. Все это, конечно, прекрасно и замечательно. Нам бы надо посмотреть, посмотреть, вообще это все, расшифровать. Давайте расшифруем каждую карту. Ну, график золотом сейчас идет. И под луной, да, было все спрятано. То есть резали. Хирург, хирург не резал лосей, хомяков. Люди входили из золота. То есть, либо закупались по-другому. Настоящий, Паш, чаш перевернут. Настоящий, да, хороший. Хороший, настоящий. Ну, Паш, это какие-то известия, это какая-то муть-вода. Муть-вода. Ну, во всяком случае, да, известия. Известия. Ну, неплохое. Неплохое положение сейчас. Известия по четверке Пентакли. То есть деньги, деньги, кошельки, деньги. То есть, кто вложился в золото, тот молодец. Будущий. Да. Не странно. Есть, конечно, странно. Две Пентакли, левая карта. На пятерка перевернутая. То есть, это нищета. Ну, можно сказать, выход из нищеты. Ну, и по троечке такой. Небольшой рост. Небольшой рост. Надо график смотреть. И смотреть отчеты. Принес. Какая будет ситуация на рынке. Инфляция. Если будет инфляция, то, значит, выходим из золота. Это инфляционный рынок. Тогда, значит, акции пойдут вверх. Активы, активы. Довавленка пойдут вверх. А золото будет катиться вниз. А если так пляться, то, значит, мы золото держим на двух тысяч. А потом его смело. Смело. Ну да. Ну да. Ну, здесь вот странно. Перевернутая четверка жерла. Перевернутая десятка шерла. Так. Давайте посмотрим вот это вот карта. Что это? Откуда? Откуда? Ну, здесь похоже на то, что по жертвам вот здесь будет охрана, как-то санитая защита. И непосредственно девятка. Хорошая денежная карта. Я думаю, что если уровень будет тысяча девятьсот, две тысячи, можно выходить из стенок по золоту. А это что? Ну да. Дальше уже пойдут музеи. Как результата. То есть, когда экономика будет возрождаться, тогда здесь нужно закрывать эти все позиции. А кто держит следки, это уже свой страх и риск. Держите, охраняйте их. Оплачивайте банковские ячейки, охрана. Вот. А так нужно и в крипте, в принципе. Через криптовая тень, через фонд, который могут заблокировать. В любой момент я имею в виду на нашем рынке, на отечественном. Пексголд. Есть такой токен Пексголд. Давайте посмотрим. Хотя это можно было бы сделать антикредитивно. Ну ладно уже. Пексголд. Токенизированное золото, оно обеспечено золотыми слитками, так пишут. То есть на лондонской бирже токсголд. Настоящее будущее. График, график нам нужен. График токсголд. Настоящая головная боль у него какая-то сейчас. Ирофонт. И результат, хороший результат. Десятка Пентаклей, так сказать. Ну ирофонт тоже, это не за деньги, разговор не за деньги, а разговор за духовность. Куда уж нам? Псигинем за металл. Псигинем за металл. Ну что здесь нужно сказать по ирофонту. Перевернутый повешенный, то есть лёд тронется, лёд тронется, лёд тронется. Это вот, эта вот карта, это то, что не будет восьмерки. Это просто я только не знаю. Вот, лёд тронется, лёд тронется, потихонечку. Тут повешенный, он уже выходит из своего повешенного состояния, головой вверх уже смотрит. И обогащение. Обогащение, король, Пентакли, с большой денежкой, собака у него так и красивая, сытая. Сытая собака. А здесь семьи радостные. То есть это собака, собака здесь. Хорошая, хорошая карта, десятка. Ну, увы. Сейчас-то что? Сейчас так, не очень, так скажут. Что-то какие-то колебания, наверное, на рамке будут. Колебания, то есть откат. Ну да, ФРС выступит, скажет, всё хорошо. Активы вверх, а золото вниз. Всё, спасибо. Благодарю за внимание. Всех благ. Раскладик. Раскладик. Профита. Всего доброго. Каждую семью. По Пентаклям. До свидания.